Тельвиска засверкает еще ярче. Село готовится к проведению реконструкции линий электропередач. В планах руководства муниципалитета в 2016-2017 годах полностью обновить сельскую электросеть. Что касается благоустройства, сегодня глава поселения уже может подвести первые итоги. Вустя один летний месяц в селе уже заметны результаты благоустройства. Для детей установлены два детских комплекса. Они соединяют в себе игровую зону и гимнастический комплекс. Кроме того, этим летом в селе появится универсальная спортивная площадка для занятий футболом и баскетболом со специальным резиновым покрытием. К работам будут привлекаться все, кто хочет подработать в летний сезон. Уже намечены работы по обустройству причала в деревнях Макарова и Устье. Состоялись торги по определению подрядчика на обновление линий электропередач. По подготовке к осенне-зимнему периоду в этом году мы займемся реконструкцией линий электропередач в селе Тельвиска. Так как у нас уже Устье Макарова реконструкция проведена, по Тельвиске еще есть вопросы. То есть линии уже стали ветхими, провода, которые ветром раскачивают, бывает замыкают. Срок исполнения заказа 15 августа. К 30 июля будут обновлены кирпичные мостовые. Весной тротуары размыло и теперь требуется приложить кирпич заново. Работы будут выполнены за счет средств подрядчика. В селе продолжается строительство долгожданной школы на 100 мест. Образовательная организация возводится в рекордные сроки. Уже сейчас ведется работа по обшивке фасада. На сегодняшний день они ведут работы по обшивке наружной здания, по укладке теплотрассы, по установке систем септиков. Кроме этого, там будет проходить установка пожарного водоема, установка трансформаторной подстанции. Работы ведутся. Также, я думаю, что они в ближайшее время будут начинать работы по благоустройству участка. Внутренние работы. В принципе, у них все по плану идет. Школа будет двухэтажной. Общая площадь здания по проекту 3630 квадратных метров. На первом этаже школы разместится спортивный зал, кабинет кулинарии, кабинет по обработке тканей, мастерская для трудового обучения с инструментальной, медицинский блок, столовая и другие необходимые помещения. На втором этаже будут расположены учебные классы, библиотека, серверная, актовый зал, кабинет социального педагога. У центрального входа будет оборудован пандус. Согласно графика, новое здание введут в эксплуатацию в 2017 году.